Мы продолжаем битву с мастерами. Ферз С-8 такой. Да, ну ничего, я здесь не знаю, потому что обычно играю по-другому. Ну, как-то из общих соображений поставлю фигуры. А идея у черных не должна быть сильно плохо. Опять же, все... Это уже не совсем шахматы, если честно. Меня это немножко расстраивает. Все зависит от особенностей швейцарского интернета. А он очень часто под нас подводит в последнее время. Он опять чуть-чуть подвис. Не, вроде пока все хорошо. Ну, сейчас есть идея выбить, а вот не дает. Почему пешка Ашники? Чтобы Е6 не ослаблять. Но есть такое правило. Обычно вылить даже не задумываешься, когда пешка Аш бьешь. Ну, потому что практически всегда пешка Аш выгоднее. Есть такое правило, что в таких случаях надо бить пешкой в центре. Почему? Ну, потому что обычно взятие пешка Аш означает слабость по линии Е. Больше пешочных островков и больше шансов получить атаку своего короля. Ну, конечно, что ты через Аш-5 не видишь. Ну, потому что побьет НЦ-6 промежутки. Если он на Е3 вперед, и кольный Аш-5 будет стоять не там, где надо. Нам нужна контр-игра какая-то. Потому что он, наверное, хочет ладья Е3, ладья Аш-3 пойти. Ну, пойдем по 5 тогда. Ковыряет ферзер флан. Вроде идея типичная. Ну, да, вот он пытается что-то на Кольный Аш-4 мне, кстати, не нравится. Потому что неужели он собирается прорвать там в лоб? Мне в это не верится. Потому что вроде играть с Б4 быстрее. Ну, да, ладья Е3. Мне кажется, ладья Е3 надо было сразу играть. Да теперь он хочет на БЦ ладья С3 побить. Ладья КТК. Кривоватенькая. Ну, можно просто пойти ферз с Б7. Да, можно. Наверное, так и сделаю. Куда вот ладья Е3 не очень пойдет? Может, он уже 4 хочет? Что-то у меня вызывает сомнения от игрок. В итоге мы получим мат, и я останусь со своими сомнениями наедине, я чувствую. Как это часто бывает. Можно салону на Д6 поставить, а вот он выбил. Бить. Угу. Стоп, ну Коин-Коин-Ж4. Подбой. А, да. К сожалению. Угу. Ладно, побьем, только проясним, кем он будет бить. Мне кажется, он будет бить пешкой, да. Ладья С8. Не очень понятно, как-то достирать прогресс на ферзовом фланге, кстати. Может быть, ферзь А3. Чего? Ферзь А3, напальная пешка. А6, может быть. Ну да, ферзь А6, правильно, правильно. Ладно, пока как-то из общих соображений ладью лучше. Посмотрим, что он собирается делать. Опять, что нас времени намного меньше. Ну, это просто же побили. Комментарий не идет в прог. Да, ну какие-то атаки тут начинаются, не знаю, насколько все. А, он КГ-2 хочет быть опасно, кстати. Может быть, надо уже быстрее Ф6 проводить, пока нам мат не дали. Или, может, КНД-7 был, если я не знаю. Пешку надо скидывать. Я хочу Ф6, просто, чтобы было КНД-7 поля при случае, но мы мат не получили. Потому что он уже пешку отдал, и позиция умерла стратегически безнадежная. Но атака может стать неприятной. Да, и Ф6. Слон Ж5 стоит пропустить? Наверное, нет. Вообще, лучше Ф6 пойти побыстрее, чтобы уж точно всех этих матовых штук не было. Пусть там... Ну, теперь на Ж6 большая слабость. Может быть, самим Ж5 пойти? Ничего страшного. Пусть он побьет со лбом об эту стенку пока. Наверное, надо было Ж5 пропустить. Да, ты прав. Ну, хотя, и даже тут ладьяж 8. Ну, и, собственно, еще что такого. Он побьет, побьет ЖФ, я побью ЖФ в ответ. Нет. Не думаю, что он прям, какие-то серьезные проблемы могут быть с королем. У нас серьезные проблемы со временем. Так, ну, у нас отличные пешки. Я чувствую, что партия закончится тем, что они пойдут в Ферзи. Я чувствую, что партия закончится чем-нибудь плохим для нас опять. Я не знаю, по какой причине, но чувствую. Ну, вот грозит неприятный Ф4. Очень неприятный. Да, он, к счастью, успевает, для него, к счастью, успевает пропустить ладью. Стоп, на слон Ф6. Слон Ф6 можно пойти. Слон Ф6 и, по-моему... Я сам именно так не сыграл, потому что мне там что-то, что-то мне здесь не нравится. Сам уже не помню, что. Так, ну и все, вперед. Он хочет Д5 прорубить, но поможет ли это ему, не знаю. Пошли пока. Ну, в форме жутки Д5, да? Да, ладно, взяли. Там Ф3 есть, не знаю, сыграет он так или нет. Не сыграл. А, и Ф3 шаха у нас запланированного мной, кстати, нет. Это очень обидно. Ладно, увели куда-то сюда. Почему время так быстро пропадает? Я не думаю долго. Но время исчезает. Сейчас он в Ф3 пойдет и срубит нам флаг форига на МНП просто. У меня ощущение, что я не трачу так много времени. Это либо из-за комментариев, вполне возможно, либо все-таки из-за интернета. Стоп, в Ф3... А, в Ф3, да, обидно. А так надо играть, но у меня, конечно, у Черных выиграно, но я не справлюсь за 17 секунд с таким МНП, даже напрямую. Не, ну сейчас, подожди, он думает, что-то ищет. Да нет, ничего лучше. Грозит в Ф1 мат. Да, как ты угадал. Нет, я не угадал. Есть еще платя H3, какой-то странный ход, но там F3 вроде бы выиграл. А, да может уже исправлюсь, да, потому что у него тоже времени маловато. Так, ну и что? Ну, видимо, ничего, видимо, все. Потому что у нас времени теперь уже больше. Ладья F3, просто Е в шах, Ф3, Король G7, Король прячется от всех шахов. Можно вообще было Ф4, извиняюсь. Да, я не видел. Ф4, там Ф4 заходил через это, через... Через С3 с шахом, и Ладья еще там падал. Так что нельзя. Но я не хочу с ним играть, как я уже говорил. И вообще, надо после каждой партии, я придумал, надо после каждой партии пробовать интернет.